Дорогие братья и сестры, позвольте вам напомнить еще один текст Писания, который мы должны хорошо знать, помнить, он очень важный. Он записан в 25 главе Евангелия Матфея. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Этот текст как бы подытожил одну из притч, которые говорил Христос. Начинается он такими словами. «Царство небесное подобно будет десяти девам». Христос взял обыкновенную человеческую традицию, которая была всем известна. Она была очень приятной для людей. Это свадебная традиция, брачная. И рассказал ее, то есть то, о чем они знали. На торжество брачное пригласили десять девушек. Им объяснили, что они должны были делать. Им дали белое платье и сказали, дали им еще светильничек, дали кувшинчик для масла. И сказали, мы вас пригласили не картошку чистить, не салаты резать. Вам не надо будет на столы накрывать, скамейки расставлять. Не надо будет подметать или еще что-то делать. Вы должны будете только ждать. В определенный час должен приехать жених. И вот эту встречу, этот торжественный приезд надо красиво-красиво обставить. Вы должны будете зажечь свои светильники или их поправить, выйти на встречу. И вот будет прекрасное торжество, приезжающий, приехавший жених, вот невеста. И мы все потом пройдем на брачное торжество, будем продолжать и радоваться. Ну и, наверное, спросили, вы все поняли? Ну, конечно. А чего проще? Вот светильник, вот масло. Надо вовремя доливать, чтобы он всегда горел. Все ясно и понятно. Ну, вот тогда делайте, как вам сказано. Как, братья и сестры, ну, дальше все было. Как это нередко бывает. Начало такое интересное, возбужденное, разговоры. Каждый представлял себе, как он будет участвовать в этом торжестве. Время идет. Жених, написано, замедлил. Постепенно разговоры угасали. Вот все так успокоились. И на них напала дремота. В Писании сказано, задремали все и уснули. И вот в самый такой момент, когда уже вот сон сделал свое дело, крик раздался. Вот жених идет. Выходите навстречу жениху. И вот написано. Да, я прошу прощения. Чуть-чуть раньше было написано. Пять из них было мудрых и пять неразумных. И вот, когда жених пришел, написано, мудрые поправились, светильники, вышли навстречу жениху. То же самое хотели сделать неразумно. Они тоже проснулись. У них нет масла. Братья и сестры, если бы все это касалось чисто бытовых наших реальностей, нам бы об этом не было интересно говорить. Но дальше начинается самое главное. Начинается пир. И на этот пир вошли только пять разумных девушек, которые были с горящими светильниками. Те как бы тоже подсуетились, нашли, где масло взять. Но когда они пришли, их никто не пустил. Братья и сестры, ну вот, мы должны теперь найти себя на этом празднике, подумать, кем мы являемся. Или даже, может быть, не так. Нам бы надо обязательно узнать для себя, чем отличаются мудрые от неразумных. Дело в том, что они были в одинаковой одежде. Если бы сегодня ангел Божий пришел и захотел бы, зная наше состояние, каким-нибудь маркером сделать пометочку на лбу. Вот, мудрый, мудрый, неразумный. Сестра, я условно показываю, сохрани Господь. Ну, примерно так вот оно бы было. Вот, кто-то сидел бы мудрые, радовались, а кто-то неразумный. А почему и неразумный? Друзья, предположительно, для Бога-то ведь все известно. А мы бы, нам интересно бы было. Братья и сестры, каким бы пользовался ангел методом? На что бы он обратил внимание, как вы думаете? Ну, исходя из притчи. Ну, друзья, самое простое. На горение. Одежда одинаковая, скамейки одинаковые. Никто места не помечает. А состояние светильника. Горящий – готовый. Негорящий – неготовый. И если, друзья, вот эти сложные вопросы упростить немножко, то, в принципе, оно так всегда было. Горящий светильник – это человек, готовый ко встрече с Богом, всегда готовый. Спит он, куда-то едет, что-то делает, с внуками занимается, вот как сегодня сестра со своим внучком. Он все равно готовый. Неготовый, друзья. Он даже может в собрании сидеть, где-то участвовать. Но побудительные мотивы совершенно другие. Можно еще одно определение ввести в наше рассуждение. Оно тоже очень важное. Что в светильник Господень написано «Дух человека». Дух человека – это то, что вмещается в сердце. Это третья личность любой личности, третья субстанция. Я бы сказал, самое важное. Это то место, куда Бог может обращаться. Вот мы сегодня слышали, Бог говорит. Мы этими ушами не слышим. Даже наше душевное, так сказать, состояние, оно не так важно. А духовная часть, она обязательно откликается на голос Божий, откликается на действие Духа Святого. И в нашем сердце, наше сердце – это вместилище желаний. Если спросить, что такое Дух, Дух – это образ желаний, область желаний. Там, где создаются наши желания, возникает наше желание. Маленький человечек, у него мало желаний, они такие маленькие. По мере роста они созревают, они становятся такими уже, как бы сказать, осуществимыми. Вот это тоже желание. Ну и до угасания. Пока человек стареет, у него тоже с ним желания тоже стареют, уходят. Поэтому, братья и сестры, если мы говорим о нашем светильнике, мы должны обязательно проверить вот свою область желаний. К чему мне стремление. Даже наши фантазии тоже надо проверять. Вот какое они имеют направление. В принципе, все люди, все люди, даже неверующие, они тоже имеют Дух. Это не значит, что мы верующие, вот мы этот Дух имеем, а у них Духа человеческого нет. Есть, есть, друзья. Но дело в том, что этот Дух обслуживает только земную жизнь. Для Бога Он мертвый, Он не загоревшийся, так сказать. Для Бога Его как бы не существует. Только возрождающие силы Духа Святого способны зажечь мой Дух. Это называется возрождение. В принципе, друзья, людей горящих много. Возьмите всех талантливых людей. Это же светильники, очень сильные светильники. Все талантливые, все поэты способные. Ну, я имею в виду вот тех, кого мы знаем, о ком в школе учили. Вот я хорошо помню такой Александр Сергеевич Пушкин, фамилия знакомая. Вот это был гениальный поэт. И он даже романы в стихах писал. Многие любят эти стихи. Я очень люблю Некрасова Николая Алексеевича. Тоже очень такой крестьянский поэт. Вот простые стихи, но очень такие душевные, теплые. Вот есть Лермонтов, есть поэт английский, лорд Байрон. Друзья мои, кто знает, они все очень рано сгорели. Они все сгорели. Пушкин о себе говорил, что ему даже, как и Ереме, был голос такой. Вполне возможно, Бог хотел этот светильник использовать для какой-то пользы, для русского народа. Но вся его способность ушла на то, чтобы своим глаголом жечь не сердца людей, а сердца, женские сердца. Там многие сердца горели. И на этой почве у него было пять дуэлей. На пятой из них он погиб. Ну, а потом за него напишут, погиб поэт, невольник чести. Друзья мои, какой невольник, какой чести? Это большой вопрос. Лермонтов в 27 лет погиб. Тоже на дуэли под Пятигорском. Байрон в 27 лет погиб. Ну, не погиб, а умер от своей греховной болезни. Я, друзья, могу этот список много перечислять. Мне этот вопрос всегда волновал. И я с разных источников его себе искал. Друзья мои, это яркие, горящие личности. Очень яркие. Но они горели, по сути дела, для плоти. И они просто прогорели. К чему еще люди горят? Мы сегодня слышали первую проповедь, брат говорил, за Валаама. Чем он загорелся? Когда к нему во двор въехали такие вот арбы с подарками. И ему сказали, надо вот проехать, объехать народ. И там произнести проклятие. Он хорошо знал, нельзя этого делать. Но это с одной стороны. А с другой стороны, подарки стоят. Они уже во дворе. И куда-то их увозить уже так страшно. Ну, к ним прилип. И вы заметьте, какая у него двойственность. Он как бы правильно делает. Я пойду вопрошать у Бога. И вот когда он идет или едет на ослица, он ослеплен этими подарками. Ослеплен там, не знаю, что там было, друзья, но есть то, что особенно нужно для нас. И скорее всего, все, что нужно, там было во дворе. Брат говорит, вот ослица заговорила. Ну, кто немножко знает это животное, друзья. У нее такое мудрое-мудрое лицо, то есть морда. Вот. Особенно, когда она жует. Я трудно себе представляю, как она свою челюсть там преображала, чтобы человеческим голосом проговорить. Но этого мало, друзья. Самое удивительное, как этот мудрый человек вступил с ней в беседу. Вот два лица к лицу, так сказать. Позиции свои там выравнивают. Я же у тебя работницей была. И ты заметь, я послушная. Он отвечает, да, ты никогда не имела такой способности. А потом уж ангел Божий говорит, если бы она меня не послушалась, она вот более была послушная, я бы тебя уничтожил. То есть вот это животное видело эту опасность, и оно остановилось. И стояло очень твердо, чтобы спасти этого человека. А он не видел. Братья и сестры, почему не видел? Его дух горел с желанием к этому богатству. Никто из вас не ощущал вот этого горения. Сегодня часто заманивают нас в банки. Кредит дешевый там, почти бесплатный. Скидки всевозможные. Один брат у нас поехал в Москву. Захотелось машину купить. По рекламе 400 тысяч. Хорошая машина. Как бы по силам. И кредит там дешевенький будет. Только он забыл о том, что это завлекуха. В Москву он приехал, нашел этот автосалон. Там говорят, понимаете, вот только что перед вами последнюю продали. Но у нас есть машина очень хорошая, чуть-чуть дороже. Дали ему там проспект эти, всякие рекламки. Он их полистал. А как без машины возвращаться в Тамбов? Вы знаете, как это неприятно. Уехал-то с такой надеждой. Он уже, по сути дела, сидит за рулем. Вдыхает приятный запах салона. А тут, понимаешь, без машины. И он соглашается. Он настолько ослеп. И он прозрел только, когда уже обратно возвращался. Посмотрел, оказывается, не 400, а 900 тысяч надо платить. На 6 лет он семью свою совершенно освободил от зарплат. На 6 лет. Вот такая слепота бывает, друзья. Но это тогда, когда дух загорается. Я почему об этом говорю, я хочу подчеркнуть, что горение духа, в принципе, нам знакомо. Это горение желаний, каких-то стремлений. Есть люди очень горящие. Кто-то горит даже общественной какой-нибудь работой. Идет там парки убирать, волонтерами работать. Это все нам известно. Но о каком горении говорит Писание? Что за горение отмечено вот в этой притче? В принципе, друзья, светильник – это прекрасный образ Ветхого Библейского Завета. Светильник. Он стоял с правой стороны во святилище, потом в храме. И он должен всегда гореть. Всегда гореть. Это его основная обязанность. Но ему не надо одежду вешать. Из него не надо делать предмет декора. Твоя обязанность, уважаемый светильник, просто гореть. Рядом со светильником лежали щипцы. И при этом они были золотые. Это не те ржавые клещи, которые вот в хозяйстве бывают. Это были золотые щипцы. Что они должны были делать? Продукт горения – это всегда нагары. И вот, чтобы горение не ухудшалось, а было хорошим, надо было регулярно нагары снимать. Ну, я так скажу, что вот то служение, которое мы проводим, оно примерно к этому призвано. К этому призвано. Ну, и мы сидим в беседах вот этими щипчиками. Вот. То обиды снимаем какие-то, то всякие неправильные понятия стараемся снять. Вот у кого-то немножко косметика прилипла, тоже неплохо бы почистить и так далее. Поэтому, друзья, служение очень полезное. И когда вот сюда люди выходят, вы знаете, сколько благодать. Первое слово – простите меня. Это никогда не лишнее. Вот. Кто-то что-то вспомнит. И вы заметите, вот пожелания давали на членском. Кому-то петь надо, кому-то стихи рассказывать, кому-то проповедовать. Кому-то активность в служении участвовать, проявлять. И уже это все есть. Вот сегодня уже пение мы услышали. И вы заметили, как наш дух радуется. Он загорается. Потом мы слово слышим. Вот почему мы заботимся о том, чтобы в собрании была добрая атмосфера. Потому что проповедник выходит, и Духу Святому очень хочется пробиться к моему сердцу. А в этом сердце вот такой налет образовался, обида. Я этого проповедника слушаю с большим трудом. Он вчера меня обидел, что-то сказал, про меня сказал. А вот, понимаете, как это важно – в духу, к духу пробиться. Когда-то Христос говорил притчу о добром, о доброй почве. Я иногда спрашиваю, а что такое добрая почва? Это единственное вот из четырех видов, которое способно приносить плод. Друзья мои, если по-простому сказать, это мое расположение в сердце. Если это достигнуто в собрании, это богатое собрание. Любая проповедь будет к месту. Любое слово будет принято. Пение хорошее. А ведь бывает другое. Вот когда нагар возникает, то там уже ничего хорошего не будет. У меня один из сыновей такой трудный рос. Ну, упрямый, понимаете. Я же всех старался к богу привести. И я всегда был занят тем, как найти в его сердце добрую почву. А подростки, они же такие независимые, ему ничего не надо. Ну, я уловил. Он любит за рулем сидеть. Как только я куда-то еду, провишкин получил, пап, я с тобой. И не справа, а вот здесь, за рулем. А я думаю, это и хорошо. Я говорю, садись, сынок. Садись. Вот тебе ключи, заводи машину. Поехали в лагерь. И вот те 100 километров, которые я с ним еду, полтора часа, это добрая почва, друзья. У него доброе настроение, он так расположен. И этим временем я должен воспользоваться. Потому что если просто тюкать, ну, вы знаете, мы это, ну, раз пробуем делать в отношении неверующих наших родственников, это очень слабо идет. Но вы сделаете добрую почву, добрую почву. Тогда она будет работать. Это попутно, друзья. О чем еще говорит эта тема? Братья и сестры, мы должны гореть всю жизнь. Мы должны гореть в радости, в трудностях, в болезнях, в переживаниях. Хочу несколько примеров привести из Писания. Прекрасный Моисей. Его называют законодатель. Через него Бог закон дал. И, наверное, не случайно Бог даже немножко замедлил в своих планах. Ему надо было Моисей. Ему нужен был Моисей. Не только потому, что он мог провести вот через пустыню. Самое главное, друзья, он любил народ. И когда над народом такая опасность возникла, он готов был стать вот так, лечь поперек этого поражения, Господи, если они не нужны тебе, и меня уничтожай. И меня изгладить из книги. Богу нужен всегда такой человек горящий. Но я хочу обратить на один момент. В конце книги Исход говорится о том, что они подошли к земле обетованной. Они достигли цели. Цели, которые Моисей ждал всю жизнь. Для этого он горел. 40 лет, значит, у стада учился, 40 лет в пустыне. Понимаете, вот 120 лет он прожил. Три периода жизни по 40 лет. Это был горящий светильник. Но к концу жизни Бог ему сказал, ты увидишь эту землю, но в нее не войдешь. Братья и сестры, как это тяжело. Как это тяжело. Он этим жил постоянно. И вот увидишь, а войти не войдешь. Какая должна быть обида в сердце на Бога. И мы, люди, способны на Бога обижаться. Но как я рад, что светильник Моисея не угас. Книга «Второзаконие», которую мы читаем, прекрасная книга, где он спокойно, так вот, очень подробно прослеживает путь, дает анализ всем событиям. Комментирует закон. Это прекрасный памятник того, что он не обиделся. Его светильник не угас. Прекрасный Моисей, друзья. Он остался для нас таким. А вот возьмите Даниила, сегодня вот за него мы тоже слышали. Прекрасный пророк. Мы его горение видим в самом начале. Еще, наверное, был юношей. Там самую золотую молодежь из евреев отобрали, которые были из богатых семейств, которые были умные. Не часто это совмещается. Но вот нашли таких ребят. Им сказали, что они будут служить в чертовых царских. Питание будет по высшей категории. Со стола, которое кушает царь. А он, когда увидел эту пищу, не буду. Она не святая. Богу не угодно. Друзья, ведь не все так возмутились. Ну, его еще трое мальчишек поддержали. Но вы заметьте, это было начало великого служения. Вот в этой мелочи, попутно скажу нам, но раз говорят, вот вы придираетесь к разного рода мелочам, вот на это внимание обращайте, на это. Я скажу, друзья, может быть, нам и не совсем приятно на мелочи внимания обращать. Мы бы охотно их опустили. Но обратите внимание, как Бог обращает внимание на мелочи. Святая или чистая пища, вот посмотри на копыта там вот в навозе. Если оно раздвоенное, то можно. А вот не раздвоенное нельзя. Жует жвачку? Можно. Не жует жвачку? Нельзя. И думаешь, великий Бог, вот обращает внимание на это мелочи. Поэтому где-то на мелочи надо внимание обращать. Но мне что хотелось бы сказать. Начало служения Даниила. Каким духом он загорелся. Ведь им позволяли себя проявлять. Они готовились к государственной высокой службе. Но его дух, Даниила, горит божественным огнем. Он знает, что над ним Бог надзирает. Первый, как мы с вами отметили, отказывается от нечистой пищи. Верность в малом – это залог верности в большом. Потом мы видим проблему у царя Навуходоносора. И Бог в ответ на эту верность дает ему способность понимать сны, иметь от Бога откровение. Никому не было дано, только Даниилу. И вот царь уже видит сон. Он не может понять его значение. Дух его сильно смущен. Треновецы, которые как бы должны были там что-то узнать, хитрят, хитрят, и ничего у них не получается. Когда Даниила пригласили, он сразу исповедал Господом, что Бог дает откровение. В посте побыл. Бог ему открыл. И вы помните, какая была реакция царя. Царь упал перед ним и поклонился ему до земли. Кто бы мог представить себе такую ситуацию, чтобы даже перед простым человеком, в принципе, он же был из пленных сынов Израилевых, великий царь, монарх, падает на лицо свое. Друзья, вот Бог так делает. Этот монарх понял, что этот человек в себе имеет дух великого Бога, о котором потом будет сказано. И вот ему уже и цепь повесили, вот дары всевозможные. Хотя, что интересно, написано, он говорит, там другим отдал все свои преимущества. Вот, это не мне. Видать, ему духовная жизнь была ближе. Хотя, хотя, чуть-чуть позже он стал премьер-министром. Он пережил трех царей. Друзья мои, потом была ситуация немножко другая, потом еще было такое тоже случай. При царе Дарьи он в ров львиный попал. И, ну, раз спрашивают, а зачем он вот так молился? Неужели он не мог как-то там шторочки задрапировать? Неужели он не мог чуть-чуть по времени сместить? Братья и сестры, я думаю, не потому, что у него был твердый характер такой, знаете, вот сказал и не отступлю. Скорее всего, у него духовная жизнь имела такую ценность, что без молитвы я не смогу. Это настолько мне нужно. Мой светильник гореть не будет. И прекрасный Данил этим горел. И вот он уже в Орвелевеном, там Бог свое чудо явил. Потом он оттуда извлечен был. Друзья мои, но мне бы хотелось обратить внимание на его старость. Помните, там написано уже последний глава, что он очень любил книги пророческие. Он рассчитал, значит, сведения о седминах. Ему Бог открыл пришествие Христа Владыки. Удивительно, друзья. Плюс к этому, он еще молится, исповедуется за народ. Себя не отделяет. Он исповедует то, что мы отступили от тебя. Мы многое неправильно сделали. Братья и сестры, это тоже горение духа. Когда люди каются, это очень хорошо. Бог в ответ на это много благословения дает. Прошли сколько там времени? Ну, много, я сейчас точно не помню. Именно из его страны, это Ирак современный, это были те мудрецы, которые читали эти книги и загорелись желанием увидеть, кто родившийся царь Иудейский. Мы видели звезду его на Востоке. Они по времени рассчитали. Да, они ошиблись, они пошли не туда, куда надо. Но беды в этом не было. Их там Бог поправил. Они пришли в Иерусалим. Там уже беспокойство такое. Они все равно нашли Христа Владыку, друзья. Но обратите внимание, какой горящий светильник. Этими пророчествами мы до сих пор пользуемся. Мы читаем за эту святую жизнь. Мы говорим о них и юношам, и подросткам. Потому что есть что сказать. Такое прекрасное горение, друзья. Мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами позволяли Богу, Духу Святому, зажигать наш светильник. Чтобы он на самом деле был и горящий. Друзья мои, бывает горение в трудных обстоятельствах. Не все бывает гладко. Хотел бы Самсона привести в пример. Это была очень известная личность, о которой в любой семье мальчишки говорили. Силач. Который мог такие подвиги сам совершать в одиночку. Но у него были такие слабости нехорошие, которые потом сыграли с ним очень плохую шутку. Он чувственные наслаждения любил. И вот оказался он у Долиды. Я уж так сокращаю, друзья. Там, где она ему волосы остригла. И вот, когда филистимляне очередной раз приступают, он говорит, пойду как прежде. Это он так думал, что будет как прежде. А как прежде написано, Бог от него отступил. Где мы дальше его видим, друзья? Ну, в каком-то сарае. Там стоит Жернов, нижний, верхний. Там обычно лошади работают. А здесь вместо лошадей мощный человек. Без зрения. Крутит, крутит, крутит. Если бы мы к нему подошли, спросили бы у него, он бы нам рассказал. Братья и сестры, скорее всего, люди думали, это уже погасший человек. Раздавленный, растоптанный. Ну, какое? Что толк от его подвигов? Когда его вывели туда, вот, к этим, в этот дом этого Бога, их него местного, там вся элита собралась местная, они понимали, что над ним только посмеяться можно. Вот вчерашняя краса Израиля, вчерашняя гордость Израиля. Друзья мои, они только одного не видели, что в духе он давно покаялся, Бог его не оставил, и у него волосы выросли. Это был сигнал, что Бог от него не отступил. Это тоже для нас очень важно знать. Когда мы каемся, Бог опять может восстановить, опять зажечь светильник может. Потом мы слышим его молитву. Ему уже нечего было Богу сказать. Говорит, Господи, хоть в этот последний час благослови меня на подвиг. Братья и сестры, это горящий светильник. Горящий. В духе он не погасший. Внешне вот такое уничижение, в духе он горящий. Это был его последний подвиг. Он попросил подвести себя к колоннам. Сила уже к нему вернулась. И вот он расставил эти колонны, и он их раздвинул. Все, кто там были, все были похоронены. Ведь не случайно же указано, при его смерти больше погибло, чем при его жизни. Вот через смерть его тоже Бог прославился. Хотя вот таким образом. Братья и сестры, как бы хотелось, чтобы мы с вами горели истинным огнем. Вот наши желания были правильны. Последний, о ком я хочу сказать, мы будем молиться, апостол Павел. У него было необычное покаяние. Потом семь лет он был в запытии. Только Варнава его потом нашел, привел его к апостолам. И обратите внимание, какое горение. Хотя, казалось бы, сколько сопротивления. Мне кажется, очень тяжелый период был, когда он пришел в Иерусалим, а апостолы говорят, ну, Иаков апостол, Павел, а тебе все думают, что ты противник закона. У нас вот есть два человека, на себе обета не имеют. Ты войди с ними вот в это служение там, заплати за жертвы. Все увидят и поймут, что о тебе не тот слух. Павел согласился, в простоте своей согласился. И заметьте, он зашел свободным в храм, из которого потом вышел пленником. Он потом ни одного дня на свободе не был. Его толпа уже оттуда вынесла, толпа фанатиков. И вот начался его крестный путь. Тюрьма, тюрьма, тюрьма. Потом судно водоизмещением. Через Средиземское море, Средиземное. Потом кораблекрушение. Друзья мои, везде горящий светильник, даже с кандалами на руках. Он совет дает, а начальник корабля больше корм, чему доверяет. Хотя и его тоже уважает. А потом дошло до того, что написано, мы потеряли всякую надежду. Там так схватил ихний корабль. Они уже готовились к смерти. Своими руками всю поклажу бросили в море. Это, друзья мои, верх отчаяния. У любого матроса был такой сундучок, там, где хранилось его маленькое имущество. И они так это берегли, потому что с этим сундучком плавание начиналось, и с этим сундучком оно оканчивалось. А это надо было взять этот сундучок и своими руками в пучину бросить. И вот до этого они дошли. И однажды он заходит в их кубрик, говорит, надлежало бы послушаться меня. Какая выдержка, друзья? Все охвачены паникой или уже готовятся к смерти. Там люди ничего не воспринимают. А вот человек, совершенно другого, скажем так, другого склада. Он говорит, ангел Бога, которому я служу, явился мне в эту ночь и сказал, дерзай, Павел. Никто из плывущих с тобой не погибнет. Погибнет только корабль. Они не верят своим ушам. Как-то вот привыкли, чтобы надо кормчему такие слова бы говорить. А это говорит верующий человек. Спокойно, так трезво, ясно. Но чтобы они еще лучше поняли, взял хлеб, перед ними преломил, начал есть. Такой вот благотворный пример. А потом он говорит, нам надо быть выброшенным на какой-нибудь остров. Только чтобы никто не убежал. Ну, кто попытался, там сразу лодку отрубили. А потом они на острове оказались. Друзья мои, как хорошо ощутить себя героем дня. Ведь все было по его инициативе. Все было по этому слову. Это же прекрасно. А вот тут нужда возникла. Всем холодно. Все такие сырые. И вот они уже костер разожгли. Здесь опять чудо Божье явилось. Я вот это событие по всем толкованиям прослеживал. Думаю, что там за чудовищная вот эта вот ехидна. Откуда она взялась? А толкователи говорят, что если она висела на руке у Павла, она уже его укусила. Другого варианта быть не может. Но Бог его сохранил. И он эту ехидну в огонь сбросил. И на этом все было закончено. Но не все, друзья. Там еще нужда появилась. Отец у начальника острова заболел. Он к нему пришел, молитву совершил, исцелил. И через это люди так их полюбили. Такая добрая атмосфера. Братья и сестры, горящий светильник. А посмотрите его послание. Прекрасное послание. По сути дела, это учебник для церкви. Евангелие, это как бы была теория, там, где о подвиге Христа сказано. А послание, это то, как надо устраивать церковь. Две тысячи лет церковь существует благодаря посланиям апостола Павла. Какой прекрасный светильник. Поэтому да поможет нам Господь, братья и сестры. Это наша с вами задача. Я очень рад, что ваши церкви так по-доброму к этому отнеслись. Хотя было какое-то несогласие, как мне виделось. Но потом все выравнивалось. Это же само по себе очень доброе желание. Чтобы мы ходили чистыми, святыми перед Богом. Потому что, как мы прочитали, не знаете ни дня, ни часа. Да поможет нам Господь, чтобы все святое, все святые инициативы Духа Святого зажигали наше сердце. Я бы хотел предложить помолиться в коротких молитвах, Бога поблагодарить. Слава за все ему. Аминь.